МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Посторонним вы. Кто платит за выдворение мигрантов из России и чем за это платят они? А мясо-то с душком. В Рязанской области задержали банду скотокрадов. Он давно на свободе, местонахождение неизвестно. Дело несовершеннолетнего серийника Рубеля. Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево все чаще отправляют пассажиров, которым, мягко говоря, не рады везде. За этот год количество отправленных на родину мигрантов по сравнению с предыдущим стало больше. Защитники приезжих на каждом шагу трубят, что их собратья едут за работой и человеческой жизнью. Только они, мол, в отличие от местного контингента, соглашаются на скудные заработки и отсутствие жилищных условий. Что же на поверку? Им указывают на дверь как раз по причине отсутствия интеграции в обществе. По-русски говоря, пьют, дебоширят и не приносят никакой пользы. Здесь уже начинаются у них нарушения, теряются у них паспорта, или они их скрывают, когда находятся незаконно. Закон предусматривает выдворение иностранных граждан за счет их средств, в том числе и за счет работодателей. Но когда уже происходит эта процедура выдворения, то есть ни работодателей, ни средства выдворения практически никогда не находятся. Это, кстати, один из самых серьезных вопросов. В прямом смысле засоряя кварталы и нередко подвергая опасности местное население, так называемые гастарбайтеры, как кровососущие насекомые, постепенно обескровливают федеральный бюджет, который сначала находит средства, чтобы принять их в общество, а затем оплачивает билет на родину, да еще и с каким эскортом. Привези, проводи, передай в руки пограничникам, убедись, что доехали. Чем ближе расстояние, вы знаете, так сказать, стратегию авиационных компаний, естественно. Вот самое дешевое у нас это, по-моему, 10 тысяч, где-то идет. Ну вот представьте, мы припроводили уже в этом году до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации 50 лиц. Вот если очень скромно умножить на 10 и нарисовать еще 0, то получается сумма. И, кстати, ни одна диаспора до сих пор еще не взяла на себя подобные материальные расходы, несмотря на ряд громких заявлений. Лишь единицы за свой счет или за счет соратников добровольно покидают Россию. И то речь только идет о тех, кто не ждет судебного решения. Вопрос фильтрации некогда осужденных тоже интересный. По нашим законам пока нет оснований не пускать бывших сидельцев. То есть убийство человека, а к нам едут и такие, не основания. Сначала погостите в наших колониях за наш счет, а потом уж домой. То есть после отмытия срока наказания по решению суда, иностранные граждане нами уже не выдворяются, а депортируются в таком же порядке, как мы приняли, как выдворение. То есть в нашем случае тоже везерный в аэропорт и передаем пограничную сумму. Недавно произошел показательный случай. Командир экипажа, на борту которого должен был лететь один из мигрантов, просто отказался пускать его в самолет. В аэропорте развели руками, и пассажир остался. Вопрос, почему нельзя сказать «нет» в нашей стране остальным незваным гостям, если это реально работает? Я выполняю те федеральные законы, которые уже состоялись. Но в том, что вы сказали, есть абсолютно рациональное зерно. То есть по-человечески все все понимают, а по закону бессильны. А тогда для кого закон? В конце апреля жертвой уличного грабителя стала врач одной из рязанских больниц. Злоумышленник вырвал женскую сумку с сотовым телефоном и небольшой суммой денег. Расследование осложнилось тем, что жертва не запомнила налетчика. Полицейским пришлось проверять на причастность к преступлению всех сомнительных граждан и прежде всего ранее судимых. Но преступник выдал себя сам, когда отважился на второе дело. Он явно не ожидал такого напора со стороны 52-летней Рязанки. Злоумышленник также подкараулил ее в темном дворе и, угрожая ножом, напал на нее. Однако женщина оказала ему активное сопротивление и не хотела отдавать сумку. Подняла крик. Он успел порезать ей кисть правой руки. Тут на крик подбежал кто-то из прохожих. Это спугнуло злоумышленника. И он скрылся, так и не завладев сумкой. Выяснилось, что грабитель действовал по плану и не в первый раз. Ранее судимый мужчина приехал в Рыбновский район из Читинской области. Своих жертв он специально выслеживал в ночное время в безлюдных дворах. Утром деньги, вечером стулья. А точнее мясо. Махинации с различным товаром и продукцией для нашего региона не редкость. Но теперь они чаще напоминают сюжеты в стиле американских ранчо. Масштаб, правда, немного скромнее. Грабители похищали не целые гурты, а отдельно взятых животных. Но дело спорилось настолько, что было поставлено на поток. В течение двух последних месяцев в разных районах области было зафиксировано несколько краж крупного рогатого скота. Скотокрады задержаны и дают показания. Правда, как-то скромно для людей, которые ловко брали спецзаказы для постоянных клиентов. Я был в Спасский район, в Краблинском был. Но когда катались, просто смотрели, я ездил в стражевого катал, смотрел. Злоумышленники были застигнуты полицейскими во время очередной реализации краденого. Рано утром они привезли тушу для продажи местному торговцу мясом. В сделку мешались оперативники. Следствием установлено, что ночью с фермы в Краблинском районе скотокрадами была похищена корова. Они увели животное за полтора километра от колхозного двора, убили и разделали. Парни не утруждали себя сокрытием улик. Как видно по остаткам, все разделанные коровы были стильными. Добытые деньги мясники делили. Ровно все. Сколько выйдет, столько и поделим. На троих. Или на двоих. На троих. Подозреваемым уже вменяется порядка десяти эпизодов краша. Полицейские уверены, что эта цифра не окончательная. К другим темам. Следственный комитет России могут наделить функции по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Инициативу по большому счету не удивляет, ведь следователи сейчас общаются с безутешными родителями и свидетелями. К счастью, это не так, но все-таки межрайонные следственные отделы, руководители настроены таким образом, что каждый случай, подчеркиваю, безвестного исчезновения несовершеннолетнего рассматривается именно с той позиции, что ребенок стал жертвой преступления, в том числе и совершенного на сексуальной почве. Поэтому работа следственного управления в данной стезе является одной из главнейших в служебной деятельности. На беду взрослых дети часто сбегают сами из специализированных дошкольных учреждений или из неблагополучных семей. Как правило, беглецов находят уже в первые сутки. Но есть и другая, пожалуй, самая страшная ситуация. Когда ухоженный и любимый родителями ребенок пошел погулять и не вернулся. Здесь медлите оставаться равнодушным, значит подписать малышу приговор. Я полагаю, что ребенок ушел без ведомой на той причины, значит уже согласен с тем, что бить в колокола однозначно. Может произойти все, что угодно. В органах полиции? В органах полиции однозначно принимается заявление моментально и также мгновенно оно передается именно дежурным руководителям нашим в наших следственных подразделениях межрайонных. То есть меры принимаются тут же безотлагательно, потому что, яркий пример, Белгород, пожалуйста, да, кто знал, что дети, которые будут проходить мимо этого несчастного магазина, станут жертвами преступлений. Представители Следственного комитета России предлагают ввести дополнительный уровень защиты детей и от интернета, ссылаясь на опыт американских коллег. В Соединенных Штатах закон запрещает интернет-сервисам обрабатывать персональные данные детей в возрасте до 13 лет, лишая школьников возможности регистрироваться в социальных сетях. В России предлагают уже со школьной скамьи обучать основам безопасного поведения во всемирной паутине. Сейчас эксперты изучают целесообразность появления этой инициативы в виде очередного законопроекта. Почему его ловили так долго? Отец, на пару с которым он убил соседа, полгода был под стражей. Почти все убийства совершены в одном доме. Практически по каждому эпизоду сыщики найдут приятеля или соседа, которым Рубель рассказывал об очередной загубленной жизни, но оставался на свободе. Он хочет покоя. Его семья устала от журналистов. Его почему-то не берут на престижную работу и открыто выражают неприязнь. Действительно, почему? Подумаешь, всего-то убил несколько человек. Но ведь отсидел же. Так рассуждают почти все близкие серийных убийц. Семья Александра Рубеля не исключение. Александр Рубель – эстонский серийный убийца. В состоянии опьянения бензиновыми парами убил несколько человек в Таллине и его окрестностях. В 2006 году Александр Рубель вышел из мест лишения свободы по отбытию срока. Сошелся с семьей своей прежней, но следы его где-то затерялись. Есть подозрения, что он может быть и на Украине, и в России. Всего 8 лет лишения свободы за 7 жестоких убийств. Чуть больше года за каждую жизнь. Но это было максимальное наказание, предусмотренное эстонским судом для несовершеннолетних. Рано женился. Он сам был 80-го года рождения, а в 17 лет уже женился в 97-м году. В один прекрасный день ему показалось, что общий знакомый как-то очень навязчиво ухаживает за его женой. Рубель пригласил мужчину в гости и хладнокровно задушил. Причем не без помощи своего папаши. На суде отец Александра Рубеля, Андрей Рубель, вину в совершении этого преступления взял все на себя. И за это убийство был осужден на 7 лет. Когда-то этот дом называли весьма и весьма проблемным. Может, причиной были не слишком спокойные жильцы. А может, клеймо прилепил именно этот жилец, признанный одним из самых. Первый сигнал об убийстве поступил в милицию в 97-м году, когда некий изувер побывал в комнате пожилого прикованного к кровати человека. Мужчину обнаружили соседи, которые периодически заходили навестить его. В последний раз мужчину видели живым накануне вечером. Осматривавшие тело медики сообщили полицейским, что инвалида зарубили топором. Били в основном по голове, отчего имеются открытые травмы черепа. Следов сопротивления нет, да и быть не могло. Но милицейские приехали уже через два месяца. На этот раз труп мужчины обнаружили сантехники. Поразительно то, что тело пролежало никем не замеченным несколько дней. По данным медиков, на теле погибшего было много прижизненных травм. Две резанные ножевые раны – следы удушения. Потом его выбросили из окна. Через три дня после обнаружения трупа сыщики задержали Андрея Рубеля, отца Александра. Андрей пробыл под следствием почти полгода. Видимо, ни слова не проронив пропомогавшего ему сына, который за этот промежуток успел убить еще четверых. Малолетний сиринник убивал абсолютно везде и без малейшего повода. Он мог достать топор в парке, на пляже. Курить не найдется? Простите, не курю. Раздражает, правда, когда вот так прерывают мысль? Нормальный человек вежливо ответит. Рубель это показалось прецедентом. К нему на улицу подошел человек, в общем-то, незнакомый, и попросил у него сигарету. Это явилось поводом для того, как бы раздражителем, что Александр Рубель его зарезал в ответ на то, что тот попросил сигарету. Сколько еще могли бы продолжаться похождения, вошедшего во вкус убийцы, сказать трудно. Но разгадку истории принесли в полицию сами жильцы многострадального дома. Последним убийством было то, что он напал на 15-летнюю девушку и перерезал ей горло. Эту картину видели двое парней. Их родителей сообщили в органы о случившемся. Официально Александр Рубель находился под стражей с 8 июня 1998 года. Последняя жертва Сиреника погибла четырьмя днями ранее. По тогдашним законам держать под стражей без разрешения суда и предъявления обвинения можно было до 10 дней. Оказавшись в руках следствия, 17-летний подросток тут же начал давать показания. Если внимательно читать приговор, Рубель наговорил полицейским на семь убийств. Доказать удалось только шесть. Причем одну отвалилась на стадии суда второй инстанции. Но в данной ситуации, как бы цинично это ни звучало, счет уже не имел абсолютно никакого значения. Рубель давал чудовищные по содержанию показания. Делился впечатлениями и рассказывал о мотивах. На суде Александр Рубель признался, что его целью было создать как бы специальное кладбище, где бы покоились убитые им жертвы. Он просто хотел увидеть смерть и не собирался мучить своих жертв. Старался все сделать оптимально быстро. Какое великодушие! Даже старался довести себя до токсического опьянения, чтобы как можно быстрее, как говорил он сам, уйти в астрал. Заместитель начальника тюрьмы, в которой Рубель отбывал наказание, сказал, что снимет шляпу перед человеком, который возьмет его на работу. Кстати, семья, в том числе и жена, встретили сидельца с радостью. Впрочем, это тоже спорный вопрос. Как правило, маньяки не переносят расставаний и рано или поздно настигают женщину, которую считают своей. Александр Второй как-то сказал, все страны живут по законам, и лишь Россия по пословицево-поговоркам. Вот и получается, не жизнь, а одна сплошная басня. Только если помните, мораль в них становится ясна, когда итог уже не изменить. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин